Всем привет! И в этом видео покажу очередную продуктовую закупку. Продукты куплены в Коммунарке, ну это Москва, да, фактически в гипермаркете Глобус. Давайте начнем с того, что я вам не покажу. Это все очень объемное. Во-первых, арбуз, он на целых 11 килограмм, да, муж такой большой выбрал. Полкилограмм стоит 29 рублей, за арбуз мы заплатили 322 рубля, но он реально здоровый, лежит на полу. Также не покажу вам наполнитель комкующийся для кота, упаковка 5 литров, уже убрали, в общем-то, в туалет, где лоток стоит, 158 рублей упаковка. И не покажу вам туалетную бумагу, многим не нравится, когда я ее показываю, не буду показывать. Туалетная бумага Зева, белая, трехслойная, упаковка 12 рулонов, была по хорошей акции за 240 рублей. Без акции упаковка стоит на 100 рублей дороже. Поэтому взяли мы целых 2 упаковки, тоже уже убрали. Общая сумма чека составила 4250 рублей. Хотя купили на самом деле не так много, сейчас вам покажу. Так, давайте начнем с мясных продуктов. Цыпленок, ой, извините, вот такой довольно большой, бройлерный на подложке. Так, называется домашняя курочка. Здесь у нас цыпленок на кило 300 килограмм стоит 260 рублей. Вот цыпленок на 340 рублей получился. Написано нам, выращено на натуральных кормах. Ну, не знаю, надеюсь, цыпленок будет вкусный, потому что особого выбора курицы не было. Давайте вот верну камеру на место, а то все у нас съехало. Только вот такие были курята. Так, из мясного взяли, уже съели, да, то, что покупали в прошлый раз, уже все съели. Опять взяли окорок, вот такой ветчинный вареный копченый глобус в сетке. Килограмм стоит у нас 570 рублей. Здесь на 250 рублей кусочек. Это прессованная такая свинина вареная копченая, но здесь составит только свинина и специи. Ну, наверное, не знаю, воду там что-то такое для веса добавляют. Но, в принципе, такой получается настоящий натуральный мясной продукт, вкусно. Так, из молочных продуктов. Муж себе постоянно берет вот такое молоко нашей дойки, 80 рублей. Я для выпечки взяла маргарин пышка. Мне он нравится, с ним получается вкусная выпечка, 63 рубля. Сыр. Во-первых, взяли сыр развесной. Так, вот такой кусочек. Я очень люблю фри буршен, 50% жирности, 800 за килограмм на 222 рубля кусочек. А муж обожает просто вот такой сыр чедр. Тоже мы его часто берем. Именно вот этот, ла паулина. Он самый вкусный, ну, для нас, по крайней мере, производится в Аргентине. Так, цена без карты 800. По карте сегодня он был 600 за килограмм, 158 рублей мы за этот кусочек заплатили. Еще два кусочка я взяла в запас, положить в холодильник. Когда вот этот сыр съедим, откроем вот такой еще чедр, тоже ла паулина. Но он уже, видите, упакован в производственную упаковку. Он более длительного хранения. А вот такой кусочек отрезанный, он, ну, где-то дней 5, наверное, хранится, не больше. Такая упаковочка, по-моему, здесь всего у нас 200, да, 200 грамм, 200 рублей такая упаковочка. Стоит, подорожала. Последний раз я за 175, по-моему, покупала. В общем-то, ну, понятно, да, все дорожает. Так. Заморозка. Муж сказал, что хочется ему вареников и пельменей, поэтому мы их и купили. Вот такие пельмени, ой, вареники. Так, вареники с картофелем и луком. 600 грамм в упаковке, 216 рублей за упаковку. А пельмени почему-то муж захотел взять вот такие простенькие. Я не нашла даже категорию, какой они, да, А, Б, В. В этом у нас бывают пельмени. Не нашла категорию на упаковке. 500 грамм в упаковке, 83 рубля. Останкинский, традиционный. Мне кажется, упаковка так с советского времени выглядит. Яйца. Опять взяла просто самая, самой свежей сортировки. Самая свежая дата сортировки была 20 июля. Опять же, яйцо Окское. Отборный сорт. 103 рубля заплатила за упаковку. Давайте в сторонку куда-нибудь уберем. Хлеб. Собственная выпечка гипермаркета Глобус. Батон традиционный. 350 грамм, 16 рублей. Ну, мужу нравится. Он часто такой батончик покупает. Так, давайте перейдем к овощам, фруктам. Буду показывать так в хаотичном порядке, что взяла. Виноград белый. Вот такой муж тоже очень часто покупает. Я виноград вообще, честно говоря, не люблю. 260 за килограмм, 800 грамм в упаковке на 209 рублей получилась упаковочка. Давайте как-то более, наверное, компактно все раскладывать. Да? Вот сюда положим виноград. Так, картофель покажу, наверное, уберу куда-нибудь в сторонку. Большая упаковка, сейчас в нее немножко сыпется. Картофель молодой, как вы видите, подешевел. Килограмм 34 рубля уже здесь на 1,3 кг, на 44 рубля получилась упаковка. Так, убираю в сторону, что-то сыпется у меня с картофеля. Огурцы. Огурцы берем постоянно вот такие луховицкие. Луховицы это в Подмосковье, да, находятся у нас. То есть наши подмосковные огурцы. Килограмм 70 рублей, полкило. Ну вот на 35 рублей практически. Так, лук, совсем маленькая упаковочка. Вот смотрю, пытаюсь его найти в чеке. Лук зеленый, здесь всего лишь 50 грамм. Стоила упаковочка 35 рублей. Помидоры. Помидоры выбирал муж, выбрал вот такие. Томаты розовые, весовые. Килограмм 100 рублей. Здесь у нас на 80, ну почти на 84 рубля. Ну хорошие, да, такие прям помидоры. Очень даже симпатичные. Так, я купила шампиньоны, совсем немного. Килограмм 149 рублей. Здесь 300 грамм на 46 рублей. Так, что у нас дальше? Лимончик. Просто в чай, да, будем добавлять. Килограмм 99 рублей на 20 рублей. Одна штучка вполне себе симпатичная. Так, из сладкого было совсем немного. Я купила вот такие кукурузные палочки. Пеликан. Производит город Подольск. В сахарной пудре. Действительно очень-очень вкусные. Обожаю. Могу целый такой пакетик. Но он, правда, маленький. Сколько у нас здесь? 65 грамм. Вот мне такой пакетик, честно говоря, на один раз. 25 рублей стоит пакетик. Я взяла два. Вот. Так, поставим. И была одна непродовольственная покупка. Кстати, смотрю сейчас по чеку. Она не очень-то дешевая. Это бритвенные станки Жилет Блу 3. Одноразовые. Но муж что-то вот на такие одноразовые в последнее время перешел. Говорит, и по качеству устраивает. Ну, и как-то, в общем-то, не знаю. Вот такие покупает. Здесь 8 штук в упаковке. И упаковка стоила 355 рублей. Ну, вот не знаю. По отзывам мужа, станки действительно хорошие. Все. Вот такие покупки были в этот раз. Я, мне кажется, да, не так уж много всего купили. Но на сколько это хватит? Ну, не знаю. На пару дней. Вот. Но больше 4 тысяч потратили. Рассказывайте, что в вашей продуктовой корзине, что вы покупаете, что готовите. Конечно же, мне это интересно. С удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. Всем удачи и пока!